Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Android and Windows. Полезные советы. Хочу всех поздравить с наступившим 2022 годом и пожелать вам всего самого лучшего. Уверен, он будет лучше, чем 2021. Итак, ребят, мы начинаем. Сегодня я вам покажу две важные настройки, которые, первое, позволят вам значительно обезопасить себя при использовании Wi-Fi. Особенно это касается, если вы пользуетесь Wi-Fi в общественных местах, кафе, ТЦ, ну и так далее. И второе, я вам покажу, как улучшить сигнал Wi-Fi, сделать его более стабильным с помощью определенных настроек. И таким образом у вас интернет от Wi-Fi на телефоне начнет работать быстрее. Итак, ребят, поехали обо всем по порядку. Сейчас все покажу, расскажу, как все это делается. Так, для начала нам нужно зайти в настройки нашего устройства. Далее у меня Xiaomi о телефоне и на версии MIUI вам надо тапнуть 6-7 раз. Ну, собственно говоря, как видите, я один раз нажимаю и у меня уже пишет не нужно. Вы уже разработчик, вы нажимаете 6-7 раз и у вас появится надпись «Ура, вы стали разработчиком». После чего возвращаемся назад и смотрите, на всех телефонах по-разному этот пункт может находиться. Поэтому, если не можете найти, вот тут вот в поиске пишите «Разработчик». Вот. Ну и, собственно, вот режим разработчик. Вот. И заходите туда. Вот так вот и заходим. Мы тоже попали мы в режим разработчика. И смотрите, что здесь нам нужно обязательно активировать. А активировать нам нужно следующее. Улучшенная Wi-Fi рандомизация. Что это такое? Когда включен этот режим, MAC-адрес устройства будет меняться при каждом подключении к сети с включенным параметром рандомизации. То есть, ребят, чтобы вы понимали, каждый раз, когда вы будете подключаться, включаем его обязательно, будете подключаться к Wi-Fi, особенно, как я сказал, это касается общественных мест, то есть ТЦ, не знаю, поезд какой-то, кафе, троллейбус и так далее. У вас будет постоянно новый MAC-адрес. Его будет генерировать сам телефон. Зачем это нужно? В первую очередь для безопасности. Таким образом, вас сложнее отследить всем абсолютно. И мы сейчас не скрываемся от кого-то. Нет, в первую очередь мы скрываемся от навязчивой рекламы. Ей будет сложнее вас отследить. Также, конечно, это вам поможет обезопасить свое устройство и от злоумышленников. Потому что, как вы знаете, нежелательно, ну, как бы в таких местах, в общественных Wi-Fi и так далее, там забивать какие-то пароли и так далее. Ну, в общем, собственно говоря, там можно попасться на крючок. Поэтому вот этот вот параметр вас дополнительно надежно защищает. И это круто. Поэтому обязательно его включите. И поверьте, лишним это не будет. Итак, ребят, сейчас я вам покажу следующую настройку, которая позволит вам значительно улучшить качество Wi-Fi соединения на вашем смартфоне. И при этом интернет начнет работать быстрее. Я все это дело тестировал через различные сервисы. У меня реально начал работать Wi-Fi стабильней на 5-6 Мбит в секунду. То есть, закачки, скорости закачки увеличились. Я не буду вам сейчас все это дело показывать, там, замерять скорость. Это просто затянет видео. Поверьте, интернет станет стабильней. Потому что разработчики не могут каждое устройство подстроить, ну, так сказать, индивидуально. Они делают общие настройки, чтобы работало у всех более-менее приемлемо. А вот с помощью индивидуальных настроек можно значительно улучшить показатели скорости Wi-Fi. Итак, сейчас я вам покажу, что делать. Заходим в настройки нашего смартфона. Далее переходим в Wi-Fi. И вот этот домашний роутер, к которому мы подключены. Xiaomi 5G. Нажимаем вот здесь вот на боковую стрелочку. Нажали. И, смотрите, спускаемся ниже. Здесь у нас есть следующая настройка. Настройка IP. У вас по умолчанию будет стоять DHCP. Нажимаем на эту настройку и выбираем статический IP адрес. После этого пролистываем в самый низ. И, смотрите, вот здесь вот в DNS 1 и в DNS 2 у вас должны быть вот такие вот параметры, как у меня. То есть DNS 1 у вас должен быть 8.8.8.8, DNS 2 8.8.4.4. Если у вас стоят другие параметры, просто вот нажимаете на DNS, давайте покажу, ну там стираете параметр, который у вас стоял и устанавливаете вот этот вот параметр, который я вам сказал. Ну и, соответственно, DNS 2 делаете точно так же. Вот, просто стираете и прописываете вот это, как стоит у меня. Зачем это делается, ребят, не буду прям технически подробно вам говорить, расписывать все это дело. Смысл в том, что когда стоят вот эти вот DNS, то Wi-Fi работает стабильнее. Он работает там по определенному протоколу, поэтому, ну он сразу его видит, он первым его сканирует, а не сканирует там много протоколов. И, соответственно, поэтому скорость и увеличивается, и улучшается качество Wi-Fi. Вот. Также, смотрите, еще здесь есть конфиденциальность использовать MAC-адрес устройства. Я вам советую поставить использовать случайный MAC-адрес. Это вот тоже важно. То есть, это вот та предыдущая настройка, которую мы ставили для всех Wi-Fi, но она применяется после перезагрузки телефона. Так как я его еще не перезагрузил, у меня это дело не применилось. Вот. Также можно для каждой сети, к примеру, вы можете там в настройках не ставить, а для каждой сети вот зайти и установить вручную. Ну, например, для домашнего поставить использовать MAC-адрес устройства, а для Wi-Fi, в котором вы подключаетесь в общественных местах, нажать использовать случайный MAC-адрес. Смотрите, все, поставили все эти настройки. Нажимаем вот тут вот вверху на галочку. У нас сейчас перезагрузится подключение к Wi-Fi, естественно, потому что мы задали другие настройки. Все, Wi-Fi у нас подключился, все нормально, все работает, как вы можете видеть. Вот, все прекрасно. Поэтому, ребят, пожалуйста, вот даже тут скорость подключения пишется. Ну, понятно, она чуть-чуть привирает. Вот такие вот настройки вы должны сделать на своем смартфоне, чтобы, первое, обезопасить свой Wi-Fi, и второе, он у вас работал намного быстрее. Сделайте, потом посмотрите, и если вам несложно, отпишитесь, всем нам будет интересно. Ну, я сделал и себе, и супруге, естественно, потестил реально быстрее. Она мне прям тоже говорит, работать начала лучше. Вот вроде бы мелочь, а заметьте, сколько пользы она приносит, и насколько лучше и приятнее становится пользоваться устройством. Вот, ребят, на этом будем заканчивать. Ссылки на нашу группу ВКонтакте в описании под видео. Там вы можете задавать нам различные вопросы. Мы будем помогать вам решать их, и все это делаем, конечно же, бесплатно. Также в описании под видео ссылка на наш сайт. Еще раз всех с наступившим 2022 годом. Увидимся в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok